Умница моя, хорошая девочка. Вот оно, наше богатство. Татьяна Горшкова уже год в статусе руководителя крестьянского фермерского хозяйства. Сегодня на счету семейной фермы 12 коз и маленьких козлят и 6 коров и бычков. На реализацию идёт продукция собственного производства. Молоко, творог, сметана, масло и сыр. Именно на сыроварение начинающий фермер делает основную ставку. Под два десятка различных сортов сыра на заказ уходят покупателям в Нижний Новгород и Москву. Твёрдый сыр Бель Пиркноле. Это полутвёрдый козий сыр, сливочный без добавок. Это у нас сыр для гриля Халуми. Это сыр в белой плесени. Это наша разработка. Мы назвали его французский пиццелуй. В планах сырный ассортимент расширить. Этому способствует получение грантовой поддержки. Как начинающий фермер Татьяна Горшкова получила 5 миллионов рублей на развитие собственного дела. На эти деньги уже закуплена аграрная техника и оборудование. Профессиональная сыроварня, земля для выращивания корма для скота и плюсом участок 50 гектаров для открытия производственной площадки. Наглядный пример, когда государственные деньги пошли в дело. Эта поддержка оказала большой вклад. Потому что на самом деле маленькому хозяйству очень тяжело пойти в банк и взять кредит 5 миллионов даже те же. Но это просто нереально. А здесь государство дает такую помощь. И просто бери и работай. И кто говорят, что нет работы, это неправда. Государство нам дает такие возможности. В прошлом году в регионе удалось создать около 200 новых фермерских хозяйств. Все они получили положенную господдержку. В 2020 году на развитие фермерских хозяйств, на их создание было направлено почти 300 миллионов рублей. В этом году все меры поддержки сохраняются для фермеров. Более того, федеральная составляющая бюджета, которая будет направлена на создание и развитие фермерских хозяйств, она увеличивается по сравнению с 2020 годом в два раза. И составит в целом около 117 миллионов рублей. Что касается хозяйства Татьяны Горшковой, она планирует активно развивать свою семейную ферму. В ближайших планах не только увеличить объемы выпускаемой продукции, но и создать в Перевозском районе целое направление агротуризма. Как создаются натуральные и качественные сельхозпродукты, сейчас интересно многим. Сергей Щеплягин, Владимир Смирнов, Алексей Завылов и Валерий Шакуров. Время новостей.